Дневной разворот Являются двигателями, я бы сказала Одного из самых важных проектов городских Которые будут реализовываться, я надеюсь, в ближайшие годы Константин Кропани Куратор общественного проекта реки Кирова В нашей студии уже Добрый день И еще мы ожидаем Виталия Брама Который стоит в пробке на улице Московской Вот надеюсь, когда транспортную систему Кирова Приведут в порядок Не будут наши гости стоять в пробке И опаздывать на эфиры Да, но надо сказать, что Программа была разделена Она разделена на несколько секций Параллельно эти секции проходили Кроме лекционных и дискуссионных площадок Были еще и практические площадки Они работали оба дня На базе инженериума И были выбраны несколько локаций В Кирове, которые конкретно И разрабатывались Мы говорим о трех локациях Первая, это представленная нами уже здесь В эфире локация На реке Люльченко Около по улице Солнечной Около ипподрома Как раз вот Константин Модерировал эту группу Была теоретическая часть Практическая часть И огромное количество людей Которые записались И которые работали в этой группе Виталий Брам Модерировал сессию По, как мы тоже уже говорили Сессию по оврагам Врага Засора Совершенно верно Мы еще ждем Свету Кекину Которая известна нашим слушателям По работе со сквером на Менделеева За который недавно вступился Илья Шульгин И Светлана тоже Работала, по-моему, кость В вашей группе Да, она одна из немногих участниц Которая два дня провела с нами Да И еще была одна сессия По улице Спасской Над которой работали Замечательно совершенно эксперты Аркадий Гершман Транспортный аналитик Урбанист из Москвы И Иван Иванов Главный архитектор студии Транспортного проектирования Из города Москвы Улица Спаская как пешеходной зоне? Нет Улица Спаская от Октябрьского проспекта До самого низа До самой реки Не как пешеходной зоне А как вот нужно эту улицу Прямо сейчас Можно ее преобразовать Для того, чтобы она Удобна была прежде всего Для пешеходов Но в равной степени И для автомобилей И чтобы она стала Проезжей, удобной Доступной и живой Чтобы благодаря Изменениям, которые можно внести В эту улицу Она еще сильнее заработала Чтобы там и бизнес появлялся И сервис появлялся И вообще преобразовывалось все Начиная от фасадов Заканчивая самим движением Но улица Спаская Насколько я понимаю И если эти планы все-таки Осуществятся Это такой вот важный отрезок Пешеходной вот этой вот тропы Туристической По старому городу Если только Если только В этом будет смысл Потому что вот как раз Сейчас придет Виталий И будет говорить о засоре Если реализуется Довольно масштабный проект По пешеходной зоне Вдоль как раз засора То это дублирующие Пешеходные зоны И возможно Да и возможно И возможно Что с паской И не надо будет Полностью избавлять Там от автомобиля Мне кажется Это будет сложно Избавить ее полностью От автомобиля Потому что все-таки Сейчас Сейчас Это такой важный отрезок Где люди могут Объехать пробки И как оказалось Что может быть Даже и не нужно Может быть даже и не нужно А вполне другими средствами Можно обойтись Чтобы было удобно всем Абсолютно Ну давайте пока Мы ждем Виталия Со Светланой Мы начнем с работы Которая шла над Люльченко И пожалуйста Костя тебе слово С кем вы работали прежде всего Скажи Сколько людей было В каком режиме У нас мероприятие Было рассчитано на два дня Но возможно Это даже Некоторая ошибка Которую мы Постараемся Исправить К будущему Урбан форуму Потому что Далеко Не все Активные граждане Могут выделить Два рабочих дня Вырвать Своих работы И потратить Тому Чтобы провести На площадке Виталий Брам пришел Добрый день Дорогие Скорее всего Это надо укладывать Именно в один день И скорее всего На субботу Потому что Интересующихся граждан Было много Зарегистрировалось Сколько человек Зарегистрировалось Очень много Зарегистрировалось Порядка 60 человек Но надо так Все же Честно сказать Что половина Из них Были студенты А наиболее Так скажем Заинтересованной Публики Было ее Не так много И вот Как показала практика Первого дня Там действительно Пришло большое количество Человек Условно говоря Человек 50-60 Но они От нас Немножко ждали Другого Они думали Что мы Покажем Какие-то Картинки Готовые Расскажем Что Мы там Золотая рыбка У нас там Есть миллиард рублей Как мы там Счастливо И быстро Всю Люльчинку Приведем В порядок Но Таких денег Нет И пока По Люльчинке Когда Начнется Какое-то Финансирование Из федерального Бюджета Или из образного Бюджета Это очень далекая Перспектива Но в то же время Ситуацию-то Надо менять Надо ситуацию Менять И поэтому Мы выбрали Определенную Локацию Это как раз В начале Реки Люльчинки Когда она попадает На территорию Города Кирова Это промежуток Между Егоровской И Ульяновской По домам Это улица Солнечная 35-45 Там нормальное место Прекрасный пруд И самое главное У жителей Той локации У них В радиусе Двух километров Нет никаких зон Благоустроенных Зеленых зон Да Благоустроенных Общественных пространств Да И по большому счету Вся наша мероприятие Сводилась к тому Оно и называлось Мастерская Это Как Вовлечь Все заинтересованные стороны Чтобы реализовать проект Есть разные подходы К проекту Допустим Мы помним В последнее время В Кирове Реализован Интересный проект Воркаут Но это Немножко другой подход То есть Что хотим сделать мы Не просто Надо собрать денег В проекте Воркаут Ребята Просто нарисовали Красивую картинку И потом Под эту Картинку Собирали деньги То есть Здесь Совершенно Другой подход Надо понять Что там делать Надо привлечь специалистов, притом заинтересованных специалистов. И, к сожалению, платить этим специалистам тоже пока, по большому счету, не из чего. И тут вся задача именно создать как социальный запрос на преобразование этой реки и вовлечь бизнес, который находится в том районе, каких-то политиков, депутатов, местных жителей, людей, которые в том районе так либо иначе проводят время, то есть создать некую такую социальную активность, социальную группу, которая могла обсудить, понять, во-первых, что можно реализовать на первом этапе и потихоньку это реализовывать за счет, условно говоря, каких-то может быть действительно попадания в программу комфортно, городская среда, за счет ПМИ, возможно, за счет спонсоров, но без них тут тоже, к сожалению, не обойтись, но это долгая и сложная работа. И проблема в том, что люди на том участке уже несколько раз пытались это сделать, и у них, они готовили даже проекты, и потом эти проекты уходили в никуда. И у людей просто-напросто опустились руки. Когда мы им первый раз пришли, они тоже это восприняли как очередной, условно, некий пиар-ход, что сейчас ребята побегают, пошумят, пошумят, и это уйдет в никуда. И опять пшик. И мне, условно говоря, приходится брать на себя какую-то ответственность, что все же мы этот проект будем пытаться продвигать. Если, конечно, мы все же сможем сформировать какую-то инициативную группу на месте. Ну вот, кстати говоря, по Люльченке работала Надежда Снегирева, это партнер проектной группы «Восемь», архитектор, эксперт программы развития общественных пространств Республики Татарстан, и Дмитрий Смирнов, консультант Минстроя Российской Федерации по приоритетному проекту формирования комфортной городской среды. Это очень хорошие специалисты, которые уже сами участвовали в серьезных проектах и в Татарстане, в том числе и в других городах, и они курировали вашу. Да, то есть у них в Татарстане реализовано несколько десятков проектов, и они идут не то, что есть какая-то архитектора, нарисовали картинку, или там эту картинку спустили сверху, там, условно говоря, МОП-архитектура написала, а они идут именно снизу запроса граждан, понять, что этим гражданам нужно, придумывают какую-то историю, привлекают этим гражданам, потому что если граждан вовлекать, то, соответственно, к этой территории будет совершенно другое будущее. Другое отношение будет. Другое отношение, другое будущее. То есть они будут оберегать эту территорию, они будут гордиться этой территорией, они... То есть это совершенно по-другому, то есть все воспринимается, когда есть некий спущенная картинка сверху и реализованный проект. Надежда Снегирева, она рассказывала про... привозила примерно свои лекции, вот еще, которые тоже помимо воркшопа состоялась, вот этой практической сессии, о том, как они работали над большим участком леса в Татарстане, где был тоже большой конфликт, там застройщик должен был построить микрорайон, дорогу и прочее. В течение трех лет внимания работали над этим. Итогом всего была как раз организация комьюнити, работа с бизнесом, который осознал и город, что, оказывается, и дорога не нужна, и вырыбать не нужно, и даже тот девелопер, который строил микрорайон, в итоге вложился в работу с этим лесом, то есть вот это такая кропотливая работа со всеми абсолютно заинтересованными группами для того, чтобы они, объединив свои усилия, реализовали самую оптимальную схему развития территории. То есть была задача пойти по этой схеме и по Люльченке, и по Засори, и по улице Спаска. Сейчас прервемся на полминуты, и скажем, кто работал над, как раз, над участком по Засори. Продолжаем разговор. У нас в студии Константин Крупани, куратор общественного проекта Реки Кирова. Еще раз отсылаю к группе Солнечная Люльченко. Именно там собрана информация по тому участку Люльченки, о котором мы говорим, который разрабатывался. Группа ВКонтакте, Солнечная Люльченко, и эта же информация есть в Фейсбуке, есть группа Реки Кирова. Там тоже можно посмотреть все. Виталий Брам, который модерировал, курировал как раз воркшоп практическую деятельность по исследованию и проектированию обраков Засора. Виталий, скажи, пожалуйста, с кем в итоге ты работал, кто были люди, которые пришли, и что вы делали? Слушайте, мы говорили про смыслы. То есть, если в рай какую-то локальную территорию, допустим, какой-то прудик замечательный на Люльченке, там немножко проще задача стоит, потому что там понятны и потребители очень такие локальные, и бюджет, в принципе, понятен и все прочее. А в Раги же такая всеобемлющая чудесная территория, которая требует большой затратной части и которая, безусловно, будет требоваться при благоустройстве большим очень спросом с горожанами, гостей города. Это там сотни тысяч человек, потребителей, в принципе. Это ось прямо такая. Это ось, которая пронизывает весь город, которая может соединяться с ребятами из Адмуртии. Много гуляли и по оврагам, и они впоследствии гуляли и вчера вечером гуляли по городу. Посмотрели, как все может соединяться в прекрасные такие прогулочные зоны, в принципе, через весь город пронизывать, через реку, пристонскую, в одну сторону, Кепрский проспект, замыкание и все прочее. Дальше такие круги и все прочее. Мы говорили вчера про смыслы. К сожалению, как бы пришла спина спикеров такая внезапная, то есть изменение по времени и все прочее. Поэтому, безусловно, хотелось бы больше времени подсветить этому анализу, выявлению смыслов, необходимости, потребности людей. То есть шаг первый, безусловно, это некий бренд территории, который все бемлющие, то есть все пространственные измерения затягивало бы. Как раз мы вчера применяли технологию, за что спасибо Виктору Чаузу отдельно, который поучаствовал, нам помог прокординировать именно методику. Это место специально. Да, как раз маркетингу, методолог и все прочее. То есть как раз мы среди группы, которая была порядка в первый день, наверное, 50-60 человек. Кстати, в первый день было прекрасно, что присутствовали в том числе в изобилии, в таком относительном профсообществе архитекторов. Во второй день, к сравнению, у них было там пересечение с зочистом выставкой. С фестивалем выставки. Были студенты, были неравнодушные люди, которые смогли прийти. В второй день тоже было порядка 40 человек. Мы разбились на 4 группы и по методике 4D-брендинг, это когда раскладывается проект, так можно назвать его, то есть на 4 измерения, функциональное, социальное, ментальное и духовное, то есть чтобы все потребности людей, то есть как они будут там взаимодействовать. Не только с помощью чего, в виде какого функционала, пруд или скамейка, или освещение, или проход какой-то, но и ради чего, что будут делать, то есть вплоть до того, что там учить новое поколение, жить, ну грубо говоря, где все смыслы, чтобы были все бимляющие, безусловно, мы провели работу, вот этот мастер-класс. Сейчас обобщим всю эту информацию от 4 групп, забьем это все в цифровую форму, с чем можно будет работать дальше. Я думаю, на этом остановиться не стоит, потому что, опять же, потребителей территории очень много, это все жители города и наши гости, сотни тысяч человек. Поэтому и было предложено вчера Илье Вячеславовичу Шульгину, то есть давайте соберем некую такую рабочую конструкцию по территории отдельно. Отдельно, конкретно по этой территории. Да, потому что она очень, ну, такая важная важность есть у нее. И продолжим работу, потому что вот все проекты, которые были ранее, мы даже их не рассматривали, специально не смотрели даже, что там выдумывалось, задумывалось, да. Ну, мы видим, то есть там есть недострой, который стоит, мы на него посмотрели, в него, кстати, тоже, раз уж он есть, в него можно вселить новые смыслы. То есть если планировалась какая-то там спа-оздоровительная история, то есть почему бы не сделать какую-то культурную галерею и все прочие там вещи, включая какой-то фудкорт, ну, не фудкорт, а там кафе, зона, то есть чтобы можно было там зайти покушать. Зона отдыха. Зона отдыха, и все прочее. Соответственно, ребятам огромный респект, которые приехали, вот есть спикеры из Удмуртии, прекрасные, порядка шести, наверное, человек участвовали. Весь центр компетенции, весь центр компетенции в Удмуртской республике, прекрасные люди, тоже им понравился и наш взгляд, и наш опыт, и методики, и люди понравились, которые участвовали. Нужно продолжать, то есть мы с ними тоже контакт держим, будем дальше меняться мнения касательно этой территории, да и вообще. Вот. Соответственно, нужно просто продолжать некое такое социсследование, предпроектное, концептуальные вещи, да, то есть чтобы подойти к проектированию уже на четком базисе запроса со стороны жителей города, чтобы на этом базисе можно было соорудить, спроектировать эту территорию под необходимостью, чтобы ей было удобно пользоваться, чтобы не было спущено сверху, как было ранее. Ну, если помните, то есть мы придумали, какие-то люди там сварились в администрации и сказали, мы придумали тут все, что надо сделать. Архитекторы так же говорят, мы тут вам нарисовали. Да, но, кстати, с архитекторами вот я встречался и там до мероприятия, то есть с несколькими там человек, пять или шесть из них, семь известных там людей, тоже нужно, безусловно, их компетенции использовать, потому что они есть. Они готовы делиться? Они готовы делиться, безусловно, потому что они тоже понимают, что это важная территория, причем, если в их коммерческой деятельности, ну, я понимаю, почему к ним многие претензии высказываются, ну, потому что, слушайте, они действуют по контракту с теми же там застройщиками, понимаете, там цель извлечения прибыли, ну, а здесь же, если говорим про некоммерческую историю, то как раз весь панациал, их можно и реализовать, и достать из голов у них прекрасно, то есть достаточно умные, компетентные, поэтому сейчас важно продолжать работу в течение какого-то периода времени над смыслами, ну, над брендом, это брендник уже, бренд территории нужно создавать, дальше на нем уже выстроить. Почему это важно? Вот мы сейчас говорим, что вот работа над смыслами это тоже социологические исследования. Все эксперты, которые были у нас на площадках, на всех, и в том числе и транспортный весь блок, и архитектор, которые открывали сессию и прочее, они говорили, что, ребят, не менее 70% объема работы это вот как раз подготовительная работа и исследования, и социологические исследования, вот работа над смыслами, запросы от горожан и прочее, от бизнеса, от всех, это должно лечь в основу, потому что тогда территории населяются жизнью. Нам нужна жизнь, нам не нужны искусственные сооружения, которые будут пустовать, которые не будут востребованы в итоге. И обращали все время на это внимание, поэтому надо сказать, что вот эти встречи, эта вот работа совместная, это очень важная часть, которой нам нужно научиться и которую нужно внедрять повсеместно в городе и в регионе, потому что тогда будут правильно делаться и дороги, и тротуары, и светофоры, и переходы, и строятся микрорайоны и прочее, потому что до этого момента все делалось под потребу действительно бизнеса. Вот получается, получили разрешение на строительство и строим, что хотим, понимаешь? А потом требуем, чтобы жители заезжают и требуют, чтобы там были детские сады, были там школы, были прогулочные зоны и прочее. А этого нет, это не было запланировано. А все должно быть наоборот. Сначала вот эти потребности, которые будут удовлетворять все горожане, а потом уже смотрим, как мы там, и что мы там строим. У меня уточняющий вопрос по проекту реконструкции возможной зоны оврагов засора. Все-таки правильно ли я понимаю, что есть некое задание, желание администрации города этот проект включить в число приоритетных как раз к юбилею? Потому что, когда приезжали бюро Ваухауса, когда только-только заявлялись о возможности проведения в Кирове урбанистического форума, по-моему, еще в прошлом году это было, они как раз про эту зону говорили. В этом году. В этом году весной, да? Они как раз про эту зону говорили, как одну из приоритетных, на которую можно получить в том числе финансирование. Практически все эксперты, которые приезжали, этой зоной очень впечатлены и говорят, что ее, конечно, нужно как осевую использовать. Мы задавали этот вопрос вчера на завершающей сессии, задавали вопрос, вот ровно так же он и звучал, Ань, я его задавала как раз городу, Илья Вячеславович Шульгин, что нам сказал, Виталий? Что ты услышал? Что сказал Шульгин вот по поводу того, сможем ли мы заложить этот проект, например, к 650-летию, что говорил? Ты помнишь? То, что чувствуется, то, что сможем. Но все будет зависеть от нас. Безусловно, 650 города, замечательная дата. И те бюджеты, которые планируются, мы слышим, сумму там до 120 миллиардов постоянно, которая звучит. Но там нет этих зон. Вот то, что мы видели под эти суммы, это совершенно другие вещи. Инфраструктура там какие-то, да? Это как раз школа, садики, дороги, и там нет ничего про рекреацию. Смотри, он что сказал нам вчера, когда отвечал? Он что сказал? Он сказал, что он как раз обратился вот к каркасу города, зеленому каркасу города и пешеходному каркасу города. И он сказал, вот учитывая все споры на счет Октябрьского проспекта, заборов, озеленений и так далее, он сказал, что в его представлении идеально, чтобы вот этот каркас, если мы говорим о центре города, безбарьерная, максимально пешеходная зона, вот от там, где начинается аллея Октябрьского проспекта до улицы Маклина, которая выводит в итоге как раз на враге, если мы поворачиваем налево. Но он сказал, представьте себе, что вот вся эта аллея должна, на его взгляд, продлиться до цирка, для того, чтобы был пешеходный выход спокойный в парк Кирова, где цирк, от Маклина в сторону ботанического сада, откуда идут овраги, откуда идет там Спаская тоже, которую разрабатывали сюда. И овраги, вот Виталий, они же с экспертами ходили и с участниками вот этой работы, они ходили до самого низа, они смотрели Ежовский комплекс, набережную и прочее. И связь, связка идет вплоть до Дендропарка, если мы говорим там направо, про возможные пешеходные истории, до набережной, в какой-то большой, уже большой, большой перспективе, и на выходящий на филейку, то есть туда эта история. Да, ну, нужно смотреть, понятно, что вообще тема пешеходных маршрутов города, она очень актуальна. Ну, это прекрасно, то, что мы все понимаем, это то, что понимают городская власть, это очень хорошо. Это часть транспортной системы. Да, конечно. И территория, как овраги, то есть если мы говорим про вот ее вот эту локальную часть, если мы ее обрубим, это будет хорошо. Но если говорить про Свенску, о чем мы вчера говорили все, в принципе, стороны, кто участвовал в обсуждении на форуме, это просто необходимость, на самом деле, то есть это туда, куда стоит смотреть в развитии города. То есть потенциал у этой территории есть. Все надо начинать. Поэтому я говорю, здесь работа такая, все библинища, она очень обширная, которая предстоит еще. То есть удастся, не удастся включить территорию, как ты спросила, к этой дате 60 лет. Ну, слушайте, нам нужно стараться, то есть нужно использовать там те механизмы, немножко не понимая, на самом деле, как происходит включение какой-то объекта. И надо ли вообще это включать в проект в 650 тысячи? Я думаю, что... А я сейчас скажу, почему это бывает вопрос. Вот эта территория оврагов, да, то есть мы видим, в каком их состоянии, они, ну, съедят довольно много денег, опять же, где взять бюджет. Сейчас есть возможность использовать федеральные деньги. Мне бы хотелось, чтобы там деньги, в том числе, пошли на ремонт сетей, там тепловых и так далее. То есть, ну, опять же, там тема важная. Но объекты благоустройства, сейчас, конечно, самое, наверное, важное, там, объект в городе, это вот эти овраги. Ну, вот Илья Залимухин, ты помнишь, что говорил, я уже сегодня приводила его слова, это самый первый спикер наш, который выступал, он сказал, что экологический зеленый каркас и сеть пешеходная, с ним связанная, она равноценна по своей значимости с тепловыми сетями, с электросетями и так далее. Если вы разрабатываете реконструкцию тепловых электросетей, то вы также точно должны разрабатывать и пешеходную зону озеленения. Я предлагаю сейчас сходить на рекламу, потом я все-таки добавлю, почему задала этот вопрос. Продолжается программа «Дневной разворот», и мы продолжаем с Виталием Брамом, Константином Кропаневым подводить итоги первого Кировского урбанистического форума. Я попросила дать возможность мне задать вопрос, Виталию, по поводу оврагов засора и федерального финансирования возможного. Почему я об этом спросила? Потому что мне кажется, что у вас, вот с вашими двумя проектами, которые мы сегодня представляем, немножко разные истории. У Константина с Люльченкой это вот история про местное сообщество тех людей, которые там живут. Овраги засора это совсем другое. Здесь практически нет крупных таких вот жилых домов. То есть там есть небольшие какие-то дома, небольшое количество людей, которые живут именно в этом районе. Но есть огромное количество кировчан, которым хотелось бы вот эту вот зону туристическую, рекреационную получить. Но работать с огромным количеством людей значительно сложнее, чем работать с комьюнити. Да, и в том числе и финансирование там какое-то, может быть, проектное собирать тоже сложнее. Вот как с этим будет? Ну, нужно просто работать, брать и делать дело. Вот как бы, на самом деле, то есть, глаза боятся, руки делают. Здесь про это, в принципе, то есть, да, понятно, это сложнее, да, территория важна, да, она обширная, да, она требует больших бюджетов, в том числе на проектирование, в том числе на соцсетях, на самом деле, если походить так-то к этому, к этим вещам правильно, то нужно конкретно социсследование заказывать, по идее, по идее, да, то есть, у нас есть ВУЗ, который может это провести. ну, есть ВУЗ, думать, делать будет все бесплатно, что ли? ВУЗ за бесплатно тоже делать не будет. Чего он-то, а урум-форум бесплатно не организовал? Вот, как бы, но вопросы все решаемые, на мой взгляд, то есть, понятно, что, если мы, как говорили, прошло 50 лет, а к этой дате, привязываться, стараться, нужно делать все возможное, чтобы реализовать за счет федеральных субсидий, потому что территория благоустройства и съезд довольно большой бюджет, там, вложения, такие капитальные нужны, да, сможем ли это сделать? Вопрос возник, да? Сможем. Я думаю, что сможем. Почему нет? Почему нет? Люди, которые были на секциях, они готовы как-то вот, ну, поучаствовать? Они готовы дальше участвовать, причем, более того, то есть, там, другие люди пишут и подходят сейчас, то есть, как можно там поучаствовать, то есть, и не понимают, что сейчас нужно работать над смыслами, то есть, первое, не нужно себя обманывать, что там завтра появятся благоустроенные овраги, вот там завтра, то есть, но не значит, что послезавтра, ну, немножко там условно утрированно, они не появятся, конечно, появятся, в любом случае, то есть, вопрос в том, насколько будет им удобно пользоваться, опять же, то есть, вопрос к нам, к активным людям, то есть, кто чувствует себя активности и желания как-то поучаствовать, то you are welcome. Кстати говоря, просто еще раз хочется обозначить. Пишите, звоните. Пишите, звоните в ВКонтакте, везде, в Фейсбуке, в Телеграме. Можно мне, можно всем остальным. Все люди-то известные. Надо обозначить такую историю, что активные люди, это не активисты, вот да, в чистом виде. Активные все. Это, еще раз, это представители бизнеса, это представители местных сообществ, это представители сообществ архитекторов, планировщиков, это студенты, чиновники тоже только активные в этом могут, только заинтересованы. Невозможно по таким проектам спустить сверху, ну вообще никак. Кстати, здесь с этой точки зрения надо отметить, что очень хорошо себя департамент архитектуры проявил, потому что управление архитектурой и строительство проявили, потому что вот сейчас у нас была в первом часе Татьяна Говорова, которая непосредственно принимала участие, Ирина Васильевна Рубцова практически, ну вот, очень активно принимала участие. Их вообще везде. И когда вот мы, кстати говоря, там, предъявляем претензии и говорим про главных архитекторов, то вот я вот почитав и послушав спикеров, которые у нас были, вот эта история про главного архитектора, стучащего кулаком по столу, она отошла в прошлое. Это все, конечно, достатникам. Это все пережиток прошлого, а решаются такие вопросы только вот совместным, совместным, да, запросом. Света Кекина подошла к нам в эфир, но вот еще раз, вчера на заключительную сессию Шульгина люди это спрашивали, и он то же самое сказал. Просто надо идти шаг за шагом. Откуда придут деньги, какие они понадобятся, мы еще тоже не знаем, да, чем мы там будем наполнять. Невозможно перепрыгнуть. Сначала нужно сделать этот шаг поработать сообществами, там, над смыслами, над запросами, потом следующий, потом следующий и так далее. И вот Светлана, кстати говоря, она работала в группе с Константином по Люльченке, и Света с сообществами-то давно уже работает, и нам тут рассказывала, когда мы с Кверами занималась тоже, но тут Костя тебя анонсировал, Света, и сказал, что у тебя прям переворот произошел в голове, и ты по-другому посмотрела на эту деятельность? Расскажи, что ты услышала и поняла, осознала. При работе со Сквером мне казалось, что ну вот у нас есть инициативная группа, и мы сделали проект, и мы реализовали, и вот мы уже вот как бы вот... И вот мы уже молодцы. Уже молодцы, да. А оказывается, нет, тут есть куча чего мы еще не сделали в процессе, да, там, то есть не от нас должна была исходить инициатива там самого проекта, да, то есть мы собрали только, ну как, одним способом собрали информацию. А вот этого вовлечения есть еще 35 разных способов, которые мы не использовали. И, возможно, вот этих сейчас последствий не было бы, если бы мы вот эту предварительную работу сделали. И на форуме ребята рассказали вот эти вот 35 способов, как можно вовлечь разные слои населения, жителей местных, экономических, политических, там, в общем, вот все это. И я понимаю, что со Скверами теперь это вот, это этап. То есть не мы уже молодцы, да, а мы как бы молодцы, мы делаем, вот. И дальше нужно дальше работать, дальше делать. То есть это хороший процесс. И вот у меня такая... То есть это не фиаско. Это не победа, не фиаско. Это нормальный жизненный процесс. Да, да. И вот поэтому у меня такое хорошее настроение после форума. Я выдохнула. Вот что. И будем дальше работать с новыми знаниями. Вот. Потому что игру показали, как здорово можно не только с молодежью, со школьниками, но с теми же, там, пенсионерами, и как предпринимателем этого все вовлечь. То есть это здорово. Очень классные инструменты были даны. Такие практические, с которыми легко работать будет. Ну, надо отметить, на самом деле, что действительно было очень много студентов. И сначала я скептически относилась к тому, что будут студенты. А почему? Потому что на больших таких вот форумах, когда ты не знаешь, как они пройдут, когда первый раз обычно и на митингах, демонстрациях и прочих студентов обычно используются как расходный материал, их там нагоняют. Свет. Но студентов осталось... Но здесь, подождите, ведь у вас были студенты профильных специальностей. Это те ребята, которые через 2-3-4 года... Если мы начинали в первый день, у нас было 60 человек, когда мы заканчивали во второй день, осталось у нас человек 15. И из них было там буквально 2-3 студента, которые пришли... Зацепило. Это зацепило, и которые... Остались. Да, которые загорелись этой идеей. И вот это наши кадры, с которыми мы должны... А все остальные, они как бы так... Масловка ушла. Масловка ушла, испарилась. Подождите, может, они на занятия ушли? Я хотел бы сказать в защиту студентов, но вот у меня тоже на секции по врагам было порядка, наверное, 15 человек студентов. В основном девочки, почему-то, кстати. Вот. Я им сразу сказал, включайтесь в работу. Получал какое-то недоверие, ну, изначально, то есть, как обычно, то есть, от чего можно, на что повлиять, типа, да, то есть, вот вроде, там где-то пытались, где-то какие-то идеи высказывали, какие-то проекты, об благоустройстве, все прочее, а вроде там в итоге, там, доставили проект старый, реализовали, то есть, я говорю, ну, тут чуть подробно, как раз таки, от вас будет зависеть, от нас, от всех зависит, будет то, что получится реализовать, да, то есть, you're welcome, и это очень круто, я думаю, что мы с ними контакт не потеряем, то есть, вычленим оттуда какие-то самых активных, ну, не то, что активных, то есть, как это слово-то забыл, ценных, ценных, эффективных, заинтересованных, заинтересованных, бинго, желающих что-либо сделать хорошее, то есть, примите свой альтруизм на благо, вот студенты, вы, наверное, слышите сейчас, можете и слышите, но если слышите, то давайте включайтесь, вы на вас все надежды вообще, все будущее страны на вас. Это как раз и есть вовлечение. Люльченко, сформирование команды. Люльченко до сих пор вас ждут. На самом деле, мы разговаривали с Валентином Николаевичем Пугачем по этому поводу, ректором Вятского госуниверситета. С ректором Вятского госуниверситета. Он говорит, это большая задача, нам вот эти факультеты строительные, которые традиционные, для политехнического были, поставить на новые рельсы. Потому что лекционные занятия, проектирование, это уже вообще только проектирование. Светлана, во всем мире, и все продвинутые университеты переходят на проектную работу. А я вот был в опорном возе на прошлой неделе в жюри у них проект «Вятка челлендж», где студенты собираются в группы и прорабатывают какие-то социальные и общественные проекты. Там были их сотни, потом они дошли, десятки, грубо говоря, мы оценивали, менялись мнением. Финальную версию оценивали. Есть, то есть именно опорный воз идет в этом правильном направлении, я думаю, как раз таки нужно соучаствовать в этом привлекательных. Я хочу сказать, что, конечно, просто не знали, как все пройдет. И если даже для тех, кто соучаствующим проектированием занимался достаточно давно, много открытий было тут для воза, то тем паче, потому что «Вятка челлендж» прекрасное совершенно начало. Те технологии, которые нам коллеги дали и собираются еще с нами делиться, безусловно, нужно применять в этих проектах. Потому что я понимаю, почему так студенты реагировали, точно так же жители реагировали. Ты что-то вроде делаешь, потом это не реализуется, руки опускаешь. Очень много из тех проектов, которые были представлены студенты, это были такие проекты, построенные больше на пафосе и декларациях, чем они были какие-то предметные прикладные. То есть они вообще не проработанные были? Я даже успела покритиковать там что-то, в рабочем таком моменте, за что меня коллеги пожурили и сказали, не отбивай там, не отбивай желания, но они были правда формальными. Я честно вам скажу, я не критиковала то, в чем было зерно и интересы. Они были чисто формальны для сдачи проекта, ничего за собой не несущими, но это еще раз, только потому, что ребята пока не знают, как к этому подступиться. И поэтому для ВУЗа, который активнейшее участие принял в форуме, и организаторами выступали. Кстати, за организацию большое спасибо. За то, как это все прошло, на каком уровне все было организовано, вкусно, красиво, уютно, все чутенько тогда, это ВУЗу прям большой-большой респект. И вот, и этот форум для ВУЗа, конечно, безумная подспорь, прям вот целый, да, тоже такой обучающий комплекс, который, если они будут применять со своими студентами, это будет просто вот. Хорошо бы, чтобы ВУЗ в этом смысле привлекал участников форума, и тех, кто приезжал, и тех, кто с нашей стороны выступал, уже к тому, чтобы они со студентами работали, потому что только так это можно сделать. Ну и студентов надо вовлекать. Мы контактами обменялись со студентами, кого в команду хотели бы взять. Мне кажется, ВУЗу вот в этом смысле, конечно, надо, я не знаю, как сейчас строится расписание, и есть ли сейчас в ВУЗах такая история, как свободное посещение, но мне кажется, что тем студентам, которые действительно готовы активно участвовать в подобных проектах, вот им как-то надо такое, ну, небольшое послабление, может быть, в посещениях лекций здесь. А как же знания? Вот это знания были вчера и позавчера. Они эти знания получат на практике, остальное доберут в теории. Я думаю, что целый семестр не дал бы столько, сколько дали эти два дня на форуме. Ну вот, мы, кстати, это тоже обсуждали, это наш тоже первый опыт. Вот сегодня такая, действительно, как ты сказала, больше эмоциональная рефлексия у нас прошла, но в ближайшее время будут отдельные собраны группы, потому что от нас ожидают люди, которые с нами участвовали, понимание того, с чего дальше мы делаем, какие шаги, чтобы не потерять эту вовлеченность. На следующей неделе в программе Урбан мы сюда позовем девелоперов, которые участвовали в Урбан-форуме, и будем обсуждать вот этот вопрос, который закинул Илья Залевухин насчет того, что... Насчет застройки центра более плотной. Насчет того, что плотные центры, разреженные микрорайоны, это очень важно, там есть свои мысли, и у нас такое рубило, сейчас прям даже идет между девелоперами, городом и так далее, мы будем это разбирать. Вот. И, естественно, конечно, и в наших эфирах, и на сайте Урбан-форума, и в Фейсбуке, и на сайте администрации в разделе Киров меняется, всю информацию о дальнейших шагах мы будем выкладывать, и в том числе там приглашать, зазывать, обозначать, что мы делаем дальше, и как. Надеюсь, что на следующем Урбан-форуме уже с нашей стороны мы сможем выступать тоже как эксперты по конкретным каким-то либо шагам уже в реализации проектов, может быть, что-то локально будет реализовано. По крайней мере, такие задачи надо ставить, потому что, ребят, но мы год назад вообще еще не рассчитывали, что у нас даже и форум-то такой будет, что у нас на нем соберутся все абсолютно. Вчера, я просто хочу поделиться впечатлением, всем вечером домой пришла, поздно и написала, вчера вечером на заключающей сессии было такое единение мощное, вот просто такая атмосфера стояла в зале, я не знаю, как у вас, меня просто прошибло. Когда была Ковалева Елена Васильевна, когда был Шуги напрямую, вообще сидели как будто кругом вот на кухне и обсуждали насущные семейные проблемы. Подходили люди и говорили, что поменяли свое мнение вообще и об активистах, которые вроде что-то там бегали, и о главе города, и о мэре города, что они, оказывается, люди, они о нас думают. И даже такая фраза была, фраза была такая, да черт с ним, что Шульгин оказывается, ну как бы пришлый, мне сейчас вообще уже не важно, он понимает, что мы хотим, это классно. И о нас с тобой много чего сказали наши слушатели. Все большие молодцы, все-все-все. Что поменяли свое мнение, что мы не просто тут трещимо дело делаем. Хорошо. Поэтому спасибо. Вот, но через год новый орган-форум, я надеюсь, да, но в течение этого года все равно будут какие-то информации, новости о проектах, будем знакомить. Все, у нас уже время закончилось давно, дневной разворот завершен, всем спасибо, мы прощаемся, хорошего дня. Тем самым мы спасем мир. До свидания. Спасибо.